Сбрось с тебя бремя грехов, принеси молитву и смочи слезами загнившие язвы. Ибо сей небесный врач слезами и воздыханиями исцеляет язвы. Приступи же, принеси слезы, это наилучшее врачевство, ибо то и угодно небесному врачу, чтобы каждый собственными своими слезами врачевал себя и спасался. Врачевство это непродолжительно, но действует и не постоянно затягивает язву, но исцеляет тебя вдруг. Врач ожидает лишь того, чтобы увидеть слезы твои. Приступи, не бойся, покажи ему язву, принеси вместе и врачевство, слезы и воздыхание. Как не удивиться, кто не придет в изумление, кто не благословит великое милосердие твоей благостыни, спаситель душ наших. Когда благоволишь ты принимать слезы в цену за врачевство твое. О, сила слез! До чего простерлась ты! С великим дерзновением невозбранно входишь ты в самое небо. О, сила слез! Чины ангельские и все небесные силы непрестанно веселятся о твоем дерзновении. О, сила слез! Если захочешь, то можешь с радостью предстоять святому и высокому престолу Пречистого Владыки. О, сила слез! Во мгновение ока воспаряешь ты на небо и приносимое тобой получаешь от Бога. Потому что исходит он в святине тебе, охотно перенося прощение. Как буду умолять тебя, спаситель мой, когда уста мои исполнены злоречия? Как буду песнословить тебя, когда совесть моя осквернена? Как призову тебя, когда не соблю заповедей твоих, но ты сам, все благие, не презри меня ничтожного, не отринь меня мерзкого, не оставь меня безнадежного. Ибо врагу моему весьма приятно видеть, что я отчаиваюсь в себе, тем только и увеселяется он, чтобы вследствие отчаяния увидеть меня своим пленником. Но сам ты, милосердием своим, посрами его надежду, исхить меня из зубов его, избавь от злохитрого умысла и от всех направленных им против меня сетей. И всех, кого печалит совесть о непотребных делах его, умоляю, не отчаивайтесь в себе, не доставляйте радости своему сопернику. Но без стыда приступите к Богу, плачьте перед Ним и не теряйте в рассуждении себя надежды. Ибо Господь наш весьма рад кающемуся и ждет обращения нашего. Сам зовет всех, придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Поэтому никто да не отчаивается в себе, хотя и согрешил. Господь строг только к тем, кто отвергает его и не кается. 25. Блажен, кто с сведением пожелал плакать и с сокрушением источает на землю слезы, как драгоценные жемчужины перед Господом. 25. Блажен, у кого душа стала подобна новонасажденному дереву и всегда, как водное орошение, имеет слезы по Богу. 26. Блажен, кто насаждает в душе свои добрые растения, то есть добродетели, и насажденные в себе орошает, молясь со слезами, чтобы насаждения его были благоугодны и плодоносны Господу. 27. Хочу изобразить вам силу слез. 28. Анна слезной молитвы приобрела пророка Самуила восторжение горе и богохваление в сердце своем. 29. Жена грешница в дому Симона, плача и омывая слезами святые ноги Господа, получила от него прощение грехов. 29. Умиление, сердечный плач перед Богом, есть у врачевания души. 30. Оно вселяет в нас единородного сына, когда вожделиваем его и привлекаем в душу Духа Святого. 31. На земле нет радости сладостнее той, какая бывает от умиления. 31. Озарился ли кто из вас этой радостью слез по Богу? 32. Если кто из вас, испытав это и усладившись тем во время молитвы, возносился над землею, то в этот час бывал он весь вне тела своего, вне всего века сего, и уже не на земле. 33. Святые и чистые слезы по Богу всегда омывают душу от грехов и очищают ее от беззаконий. 34. Слезы по Богу во всякое время дают дерзновение перед Богом. 35. Нечистые помыслы никак не могут приблизиться к душе, которая имеет всегдашнее умиление по Богу. 36. Умиление есть нерасхищаемое сокровище. 37. Умиление же, разумеет, продолжающийся не один день, но непрестанно, день и ночь и до конца жизни. 38. Умиление есть чистый источник, орошающий подоносные насаждения души, то есть добродетели. 39. Прежде, нежели совершенно кем беззакония, враг весьма умаляет его в глазах его, особенно же умаляет похоть сластолюбие, будто бы выполнить ее то же, что вылить на пол чашу холодной воды. 39. Так лукавый умаляет грех в очах человека, прежде совершения его. 40. По совершении же греха лукавый до крайности увеличивает беззаконие в глазах того, кто впал в оное. 41. Воздвигает при этом на него волна отчаяния, а нередко вооружается против него и притчами, внушая такие мысли. 41. Что сделал ты, напрасный труженик? И на что похоже делание твое? Вот на что. 42. Насадил некто виноградных лод, стерег и берег их, пока дали плод. 43. И собрал виноград, наполнил он бочки виноградным вином, а потом вдруг встал, взял топор и разбил бочки. 43. Вино вылилось и погибло. Вот чему уподобилось сделание твое. 44. Сие внушает лукавый человеку с намерением не зринуть его в глубину отчаяния. 45. Посему, зная наперед козни врага, бегай греха. 46. Если же подвергнешься какому грехопадению, не вздокосневай в грехе. 47. Но восстань, обратись ко Господу Богу своему, всем сердцем своим, чтобы спаслась душа твоя. 47. Скажи лукавому помыслу. 48. Хотя и бочки разбил я, и вино погубил, но цел у меня виноградник, а владыка долготерпелив, многомилостив, милосерд и праведен. 49. И надеюсь, что при содействии мне благодати его снова возделаю и соберу виноградство, и наполню бочки свои, как и прежде. 50. Ибо через пророка Исаию говорит он, если будут грехи твои, как багряная, как снег убелю. 50. Если же будут, как червленая, как волну убелю. 50. Иному помыслу внушает и говорит, ты молод еще, в старости своей покаешься. А достигшему старости представляет помысл, состарился ты, где тебе понесет труды покаяния, тебе нужен покой. 51. Не отчаивайся в себе и не говори, не могу уже спастись. 52. Напротив, очень еще можешь спастись. 53. Возлюби страх Божий всей душою своею, и он уврачует раны твои, и впредь сохранит тебя неуязвленным. 54. Пока душа твоя любит страх Господень, не впадешь в сети дьявольские, но будешь, как орел, парящий в высоте. 55. Но если душа после всего пренебрегший страх Божий вознеродит о себе, то, не зринувшись с высоты, делается игралищем преисподних духов. 56. И они, закрыв ей глаза, вторгают ее в страсть и бесчестие, как вала, впряженного в ермо. 57. Если уязвить тебя стрела лукового врага, немало не впадай в отчаяние напротив того, сколько бы раз ни был ты одолеваем, не оставайся побежденным. 57. Но тотчас встань и сражайся с врагом, потому что подвигоположник всегда готов подать тебе свою десницу и восставить тебя от падения. 58. Как только ты первый протянешь к нему десную руку, так и он подаст тебе свою десницу, чтобы восставить тебя. 59. У скверного же врага все старание о том, чтобы вернуть тебя в безнадежность, как скоро падешь. 59. Не верь ему, но если будешь и по семи раз в день падать, старайся восстать и умилостивлять Бога покаянием. 60. Хотя и пали мы по увлечению, но постараемся уврачевать себя покаянием, хотя как человек и подпали страсти, но не отчаемся в себе до конца. 61. А напротив того, внемля Богу послушаем его, говорящего «покайтесь», приблизилось Царство Небесное. 62. Не для некоторых только грехов положил он покаяние, для других же не положил. 63. Напротив того, врач в душ наших дал нам врачевство сие от всякой греховной язвы. 63. Покаяние – поле, во всякое время возделываемое. 64. Оно обильно плодоносное древо, всякими способами приносящее Богу доблестные плоды. 65. Оно древо жизни, воскрешающее мертвых грехами. 66. Оно сопричастно божеству, и Бог увеселяется им, как силой своего творчества. 66. Потому что кого грех губит, тех оно воссоздает в Божьей славе. 67. Оно духовная лихва, потому что жнет, чего не сеяло, и берет, чего не давало. 35. Добрые делатели покупания покаянием удобрили Божью Ниву, через Него обогатили Церковь, им наполнили Божьи житницы. 68. Через Него земля стала небом, потому что наполнилась святыми, этими земными ангелами. 69. Восхваляются добрые служители, покаянием во много крат умножившее посеянное. 69. Бог видел, что род человеческий будет возмущаемым врагом, и к низложению его противопоставил покаяние. 70. Враг убеждает согрешить, а покаяние готово принять согрешившего. 71. Враг побуждает сделать беззаконие, а покаяние советует обратиться. 72. Тот влечет в отчаяние, а это обещает надежду спасения. 73. Грех не излагает совесть, а покаяние служит ей жезлом к восстанию. 74. Господь возводит низверженных, совершает же сие через покаяние. 75. В покаянии закон служит светильником, потому что согрешающиеся из него слетают опять Бога. 76. Беззаконник омрачился и не видит благости, потому что враг наполнил душу его отчаянием. 76. Но покаяние, как добрый врач, снимает с души мглу, и все, что затрудняет ее, показывает ей свет Божией благости. 77. Дьявол не дает нечувствующим одуматься, представляя им суровость покаяния. 78. А покаяние, видя хитрость его, подходит с лаской и говорит, «Приведите только себе на память Бога, и я потружусь за вас». 79. Представьте в уме его милосердие, и я буду ходатайствовать за вас с воздыханиями. 80. Слегка только воздохните, грешники, в сокрушении, и я сделаю вас Божьими слугами. 80. И порок Исаия сказал, «Когда возвратився, воздохнешь, тогда спасешься». 30. 15. Вот привожу тебе и свидетельство, только покайся. 31. Если согрешивший воздохнет, то с воздыханием впадет с него бремя греха, возложенное змием. 31. Тогда из ума свеется мгла неведения, око душевное сделается ясным, и покаяние начнет руководствовать душу ко спасению. 32. Когда кающийся грешник узрит благость Божию, тогда не только будет воздыхать, но и с великой скорбью проливать слезы. 33. Потому что душа, после долговременного разлучения с Богом, увидев Его как Отца, возбуждается к пролитию слез. 34. От того, что увидела наконец Создателя Своего, проливает она слезы и преклоняет к себе Бога, ибо любит отеческое благоволение, и таким образом очищается от всего, до чего доведена была змием. 35. Или не слыхал, что сказал Давид, омочаю ложа мое на всякую ночь слезами. 36. Но сперва он воздыхал, а потом стал плакать. И в природе так, сперва ветер, а потом дождь. Сперва гремит гром, потом из облаков образуются капли дождевые. 37. Воздохнувший Давид, омочил слезами ложа свое, омочал, потому что осквернен был прелюбодеянием. 38. Слезами омыл он постелью свою, которую осквернил беззаконным союзом. 39. Он говорил, утрудився воздыханием моим. 40. А труд воздыхания есть плод сердечной болезни, порождающей и множество слез. 40. Так слезы умножаются от предшествующих воздыханий. 40. Совесть имеет естественное к Богу стремление, стоит за Бога и все Божие, и отвергает вкравшуюся прелесть. 41. Часто грех бесстыдно вторгается, но совесть, воспользовавшись обстоятельствами времени, берет верх. 41. Приходит ли кто в страх, находясь в темноте? 41. Она обличает, что это по причине греха, ибо Писание говорит, бегает нечестивый, когда за ним никто не гонится. 41. Или на корабле будет кто приведен в смятение бурным волнением моря. 42. Совесть напоминает ему нечестие его. 42. Или при землетрясении приводит она на мысль беззакония, или когда один кто на пути обновляет в памяти страстные дела. 43. Наконец, если не обратится грешник, обличает его, когда впадет в немощь и телесную болезнь, и он по животолюбию дает обет Богу сокрушить в себе грех. 43. Боясь умереть и лишиться благ жизни вечной, он, терзаемый совестью, прибегает к покаянию этому посреднику Бога и человека. 44. Упоминаемый в Евангелии юноша, взяв у отца наследство, отошел в дальнюю сторону и расточил его с блудницами, 45. Следствием чего было то, что он во всем стал терпеть пучительную скудость. 45. Когда стал он изнемогать под те готовые лишения, тогда покаяние, обратив ему в обличение, потерю прежней покойной жизни у отца, возродило в нем желание возвратиться к ней и надежду умилостивить отца раскаянием. 46. И он воздвал, встану, пойду к отцу моему и скажу ему, отче, согрешил я против неба и пред тобою. 47. Когда на юношу подавшегося обольщения наскочил враг и делал из него, что хотел, покаяние оставалось в покое, поманув и совести молчать, и до времени не приступать к делу. 48. Когда же настало для него трудное время, тогда оно, как матерь, распростерши вона свое, заключило его в объятия, исторшивая из рук мачехи, сластолюбие, чтобы возвратить матери благочестию. 49. Юноша воздвал отче, согрешил я против неба и пред тобою. 50. Согрешивший сын познал отца, жалуя, что обольстивший его есть отчим и злоумышленник. 51. Увидел он коварство, увидел обольщение и притек к покаянию, как к матери. 52. Долгое время питался он рожками и терпел голод. 53. Но покаяние, как чердобольная матерь, прияв этого юношу, снова питает его молоком, подавая ему сосы свои, молоком питает его, потому что грех истощил его силы через срамную жизнь. 53. Если бы не было этого молока, не мог бы он исцелиться? 54. Но кто не мог восстать, того восставило покаяние, напитав молоком. 55. Оно уврачевало крайне немощного и отдало на руки отцу. 56. Видишь ли, что покаяние сперва представляется грешником не суровым, но снисходительным и легким. 57. Не предложило оно поста, не потребовало ни воздержания, ни бдения, но пригласило начать исповеданием, согрешил. 58. Слегчайшего начинает, зная, что дальнейшее довершит совесть. 59. Она сатаинница покаяния, берет душу на свое попечение и спешит очистить ее. 59. Ей известна благопокорность души, и она правит ею, как всадник. 60. Она хочет, чтобы принято было покаяние, желает, чтобы оно утвердилось в грешниках и как солнце проникло в ум и осветило его. 60. Так она удобно приводит их к Богу и в непродолжительном времени делает стяжанием его. 61. Не должно нам, братья, отчаиваться во спасение, имея такую Матерь покаяния. 62. Не должно терять надежду на спасение, когда утешает нас такая Матерь. 63. Уловленных лютым врагом вводило оно в рай к Богу. 64. Уже ли отвратится от нас? 65. Помиловало их, бывших вне церкви. 65. Уже ли не умилосердится над нами? 66. Никто не позволит свободно другим расточать то, что сам собрал с трудом. 67. Как же Богу и Отцу уступить врагу обладание нами, которых стяжал кровью Сына Своего? 67. Мы стадо Его, и Он наш пастырь. 68. Он дал покаяние, как очистительную воду, чтобы, если погрешим в чем, омываться им. 69. У нас есть баня не только паки бытия, но и обновления. 69. Если в чем согрешим, омывшись покаянием, делаемся чистыми. 45. Покаяние есть жертвенник Божий, потому что согрешающий припосредствии его умилостивляет Бога. 70. Подзаконные согрешив, должны были приносить жертву вещественную и для сего идти во Иерусалим. 71. И это испомнить не давало иным скупость, иным бедность, иным леность. 72. В новом благодати все это совершает одно покаяние, принося жертву в совести. 73. Не требует она козла на исповедание. 74. Нет горлицы у тебя, грешник. 75. Воздохни, и Бог вменит тебе это более горлицы. 76. Нет у тебя голубя. 76. Возвести грехи свои к Богу, и это будет твоим всесожжением. 77. Нет у тебя и никакой другой птицы. 78. Плачь и вменится тебе в жертву. 79. Если помолишься, Бог примет молитву твою вместо тельца. 79. Если припадешь с искренним сердцем, усердие твое поставит выше принесенного в жертву вола. 79. На что приготовлять тебе благовоние? 80. Покаяние очистить тебя без курения дыма. 81. Покаяние есть и Божия трапеза, потому что через него вкушает Бог спасение человеческое. 81. И Спаситель говорит, пища моя есть творить волю Оса Моего, которая на небесах. 81. Итак, покаяние есть чудный хлеб Божий. 81. Бог вкушает в нем исповедание совести. 81. Он пьет в покаянии слезы умиления. 81. В нем наслаждается благоуханную вонею, запахом, искренним чувством воздыхания, 82. Потому что они для Бога благоухающие кадила. 82. Вот многообразное брашно Божие воздержание, пост, бдение, прилежная молитва, покорность со смирением. 83. Ибо это благоугодие Богу многих жертв. 84. Покаяние – праздник Богу. 85. Ибо Евангелие говорит, что Бог радуется более об одном грешнике, кающемся, нежели о 99 праведниках. 85. Покаяние, отворя праздник, Богу призывает и небо на пир. 86. Ангелы радуются, когда покаяние приглашает их на вечерю. 86. Все небесные чины пиршествуют, возбуждаемые к веселью покаянием. 87. Покаяние в жертву приносит согрешивших, но и опять оживотворяет их. 87. Умерщвляет, но и опять воскрешает из мертвых. 87. Как же это? 88. Слушай, берет оно грешных и делает их праведными. 88. Вчера были мертвы, а сегодня они живы для Бога покаянием. 89. Вчера были чужие, а сегодня свои Богу. 89. Вчера беззаконны, а сегодня святые. 89. Покаяние есть великая горнила, которая принимает с себя меч и притворяет ее в золото, берет свинец и отдает серебро. 89. Если видал ты, как стекло принимает свет геоцинта или смарагда или сапфира, то не усомнишься в таких притворениях силой покаяния. 90. Покаяние по благоволению Божией срастворяет кающегося с благодатью Святого Духа и человека всецело делает Сыном Божиим. 91. Закон повелевал священные вещи устроять все из золота. 91. Законодатель не допустил пустоты всех драгоценностей, чтобы мы знали, что Святые Божии имеют в себе всецелую святость. 91. Слушай, кающийся, приступи к Богу от всего сердца, и Он воздаст тебе всецелым тебе переплавлением. 91. Взыскал ты переплавление в огне покаяния. 91. Смотри, ничего не оставляй непереплавленным. Вот что я разумею. 91. Приносишь ты, положим, покаяние в блуде. 92. Смотри, отбрось все виды блуда, потому что им порождены всякие распутства. 93. И не только это, но отбрось и все ведущее к осквернению им. 94. Смех, шутки, сквернословие, чревоугодие, эти пути к блуду. 50. Всецелло отложи все греховное. 91. Пророк Моисей, когда народ согрешил, повелел распять змея, то есть истребить грехи, и сделать змея не пустого, но литого и цельного. 92. Для чего же? 93. Показывая этим тебе, что совершенно должен ты отвращаться от всякого лукавства. 93. Он сделал змея всего из меди, потому что корень всему злу есть серебролюбие. 94. Литым вынул его из горнила, чтобы остановил ты в себе воспламенение, расширяющееся в тебе к расплению ума. 95. На дереве же повесил змея, чтобы ты, каясь, распял в себе эти три порока, потому что от них бывает душевная смерть. 96. К тебе, Слово Мое, кающийся, не имей в себе пустого места. 97. Будь тверд в решимости противостоять греху и стоять в добре, как камень. 97. Утверди сердце по пророку, да не подвижется. 98. Ты должен принести твердое покаяние, как Петр, потому что твердо грешил. 98. Бог не приемлет покаяния, не оказывающего себе твердого дела. 99. Многие подражают в походке царям, но за это они чтут их, как царей. 99. Так и кающиеся, если не твердо принесут покаяние, будут иметь только вид кающихся, без силы, какую дает покаяние. 99. Приносящие покаяние только на показ творят не один грех, но многие грехи, потому что и других располагает приносить наружное только покаяние. 99. Таковым не только не отпускается, но еще прилагается грех. 99. Приноси же твердое покаяние согрешивший, чтобы получить тебе прощение. 99. Святой Павел сказал, что назидающий на основании дерева, сена, солома не получит награды. 99. Сказал же это не только об учении, но и о покаянии. 99. Если кто не приносит твердого покаяния, то он – сено, дрова, которые плавают поверх воды. 99. Кто не твердо приступает к покаянию, тот – дрова. 100. И таковой не только будет отвержен, но и сожжен, как сказано, огнем. 100. За что же? 100. За то, что думал посмеяться Богу. 100. Принесем покаяние, как неневитяне, чтобы и нам улучшить спасение. 100. Истинно покаялись они, истинно и спаслись. 100. Как-то грешили, так и покаялись, и были приняты. 100. Не половиной только обратились, потому что равно плакали и цари, и простолюдины. 100. Не часть только их исправилась, потому что вместе рыдали и властелины, и рабы. 100. Не короткое только время раскаивались, потому что целые три дня мужи и жены, младенцы и старцы не переставали приносить исповедания. 100. Поверили приговору, и как бы, готовясь к смерти, горько сетовали друг о друге. 100. Под неневию разумеют человека, а под множеством ее жителей представляют части души и движения ума. 100. Как они всенародно приступили к покаянию, так и мы всеми силами в целом составе своем должны приносить покаяние. 100. В законе повелел Бог не только истребить идолов, алтари и кумирницы, но и пепел сожженных камней и дерев, как нечистый, выбросить вне стана. 100. И ты, кающаяся, содержи в уме, что на тебе лежит обязанность, истребить в себе всякий след греха. 100. Если останется в тебе пепел греховный, то привлечены будут нечистые животные, присмыкающиеся. 100. Если же извернешь его из себя, то тебя не будут тревожить даже скнипы греховные, комары. 100. Очисти ум свой вполне от греховных мертвецов, и самое зловоние их исчезнет в тебе. 100. Греховные же мертвецы суть страстные воспоминания. 100. Если останутся они в тебе, то омрачат твою мысль, и помыслы твои заставят кружиться, которые, как густая мгла, наляжут на духовные очи твои. 55. Выжмем себя покаянием, чтобы не утратить нам благодать и прощение, как настоящие свои краски. Выжимание есть тщательное отложение противного, ибо таким образом наведенный на нас свет прощения. 56. Закалившись в душах наших, не сойдет уже тщательно измой себя слезами, как красильчики вымывают волну. 57. Придайся смирению, сократи себя во всем, ибо таким образом, предочистив себя, приступишь к Богу, готовым уже к принятию благодати. 58. Некоторые из кающихся снова возвращаются ко греху, потому что не знали сокрывающегося в них змея, а если знали, то они совершенно не звергли его из себя, но позволили остаться внутрь следам его образа. 59. И он вскоре, как бы затявшись в утробе, снова восстанавливает полный образ своей злобы. 60. Когда видишь кающегося и снова согрешающего, то разумей, что он не переменился в уме своем, потому что оставил в себе все позовы греховные. 61. Признак же приносящего твердое покаяние, образ жизни собранной и суровой, отложение кичливости, самомнения, а также очи и ум, всегда устремленные к вожделенному Иисусу Христу с желанием по благодати Христовой стать новым человеком. 61. Оградись от того, что противоположно добродетели. Если ты постишься и безумно смеешься, то легко тебя запнуть. 62. Если на молитве плачешь, а в обществе ведешь себя по-мирскому, то скоро уловят тебя в сети. 63. Если при целомудренном поведении ты беспечен, то не умедлишь пасть. 64. Покаяние должно приносить от всего сердца. Кающемуся надежит быть постоянно одним и тем же, а именно всегда быть тем, чем начал быть. 65. Если у кого будет в чем недостаток, это уже признак несовершенного обращения. 65. Если он изменится, то сиим обличается, что в сердце его не положено твердое основание жизни по Богу. 66. Такой человек приносит покаяние, как обучающееся дитя, и как битый плачет по нужде, а не по произволению. 66. Берские законы исправляют страхом поведения, но не переменяют сердечного расположения. 67. Так и покаяние иной приносит задней, может быть, малоосознаваемой мыслью. 67. Поблажить иногда греху. 68. Некто из пророков сказал, сонни Господним, не клевещите слезами. 68. Этим не отметает пророк покаяние. 69. И неисповедание перед Господом смиренного сердца называет клеветой, но говорит, что если при худом намерении притворно проливаются слезы, 69. То подобное покаяние непрочно. 69. И еще, говорит, расторгните сердца ваши, а не ризы ваши. 70. Ибо хочет, чтобы мы не тщеславились покаянием, а действительно каялись. 71. И Давид говорит, слезами моими постель мою омочу. 67. Не в церкви буду проливать слезы, показывая перед людьми одну только наружность и домогаясь славы, чтобы почли меня праведным. 69. Но на ложе моем слезами омою на всякую ночь постель мою, чтобы в согласии быть со Христом, который говорит, затворив клеть твою, помолись, и Отец, для которого делаешь это в тайне, воздаст тебе и умилостивится над тобою в явно. 69. Многие торгуют исповедью, выставляя себя нередко на показ лучшими, нежели каковы они действительно, и тем прикрывают себя. 70. Другие промышляют покаянием, покупая им себе славу. 70. Иные обращают покаяние в повод к гордыне, и вместо прощения пишут на себя новое долговое обязательство. 71. Продолжение следует...